Партнеры программы. Футбольная школа «Спартак Юниор» и «Союз Тхэквондо Бурятии». Всем физкульт-привет! В эфире ТВ-кома программа «Браспорт» и я ее ведущая. Анастасия Бронькинова. Город Улан-Удэ открывает свои двери для чемпионатов и первенств Дальнего Востока. И вот, что вы увидите прямо сейчас. В Улан-Удэ прошел чемпионат и первенство под «Хэквондо» и ТФ. Бурятские и иркутские лыжники посоревновались между собой в лыжебиатлонном комплексе «Снежинка». Гость программы – Борис Кольцов. Мастер спорта международного класса. 17-кратный чемпион России по дартс. «Снежинка» «Руки поднимем!» «Наверх это!» «Немножко!» «Наверх это!» «Вон!» «Счет!» «Наверх!» «Вон!» «Давай, давай, давай!» «Давай, давай!» «И снова город Улан-Удэ физкультурно-спортивном комплексе принимает чемпионаты первенства под «Хэквондо» и ТФ». «Ребят, скажите, вы приехали из какого региона?» «Здравствуйте! Мы приехали из Иркутской области». «Сколько спортсменов привезли?» «Мы привезли 19 спортсменов разных возрастов, в том числе двое взрослых спортсменов». «Какие у вас результаты?» «На данный момент моя воспитанность сейчас заняла в программе «Туль» первое место среди девятых-восьмых ГПФ». «Ух ты! Вы раньше раньше в город приезжали, удалось посмотреть?» «Ну, я вообще местный, я уехал в Иркутск. В целом, да, ребята, планируется выезд на Лысую гору в Датсан, Ринпоча, Бакша. И, думаю, еще до площади Ленина прогуляемся». «Желаем вам удачи и побед!» «Спасибо!» Данный турнир является отборочным перед чемпионатом и первенством России, который пройдут в апреле в Самаре, где будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира в Казахстане. «Антолий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, какой раз уже проходят чемпионаты первенства в Дальнем Восточном?» «В последний раз Дальневосточный федеральный округ проходит у нас. Все команды федерального округа приезжают и любят приезжать на наш турнир». «А сколько участников и сколько регионов?» «У нас на сегодняшний день 500 участников. Приморский край, Мурский обыск, Абаровский край, Исфолика Боити». «И за кого болеете вы, ваша душа?» «Болею за лучших спортсменов. Ну, есть свои любимчики и возрослые, есть юниоры хорошие, есть дети. Всех знаем, всех любим, поэтому нет определенно за кого-то болеть. Болею за красоту спорта и за хорошую технику этого вида спорта». «И у вас еще фишки есть небольшие, да, в соревнователях?» «Да, у нас в этом году новый вид программы силовое разбивание, поэтому завтра наши спортсмены будут тренироваться, учиться. И я думаю, уже успешно выступать по этому виду программы. Потому что силовое разбивание для детей – это подушка, а для взрослых – это уже пластиковые доски. Достаточно сложно разбиваться». «Желаем вам удачи». «Спасибо. Пойдем, доску разобьем». «Пойдем». «Ну и мы пошли попробовать разбить доски». «Атоль Евгеньевич, расскажите, что это такое?» «Станок для силового разбивания. Как раз для взрослых и старших юниоров разбиваются пластиковые доски. Шея на доске 2 см. Доски сейчас новые, поэтому достаточно разбивать будет сложно». «То есть это руками или ногами?» «И пять ударов. Это идет один удар руками и четыре удара ногами. Ёбчаги, Доличаги, Торупандель, Торупчаги». «Да, а кто будет это делать? Вы и я?» «Ну, пожалуйста. Рука». «О-о-о, ничего себе!» «Ну, это просто». «Да здорово. А как они соединяются?» «Хочешь попробовать? Только с учетом, что ты руку себе не сломаешь». «Нет-нет, я не буду пробовать. Я лучше постою. Спасибо». «Оператора попросим». «Жора, ты будешь пробовать? Давай». «И у Жаргала получилось разбить доску. Наш оператор крут». «А мы познакомились с хэквондистами ИТФ из Приморского края». «Аркадий, из Приморского края. Расскажите, сколько спортсменов привезли вообще в первый раз здесь и как организация турнира?» «Ну, конкретно я приехал сюда в первый раз. Наша делегация с Приморского края уже здесь второй или третий год ездит, приезжает успешно. Организация с каждым годом все лучше и лучше. Мы очень уделены ростом спортсменов именно в Бурятии, которые составляют нам здоровую конкуренцию». «Так, а как зовут спортсменку?» «Это моя ученица Кармозова Дарья». «Дарья, что для тебя хэквондо?» «Хэквондо для меня – это вся жизнь. Я сама поражаюсь, как я дляхожу до своих целей. Для меня это невероятно. Мне нравится заниматься хэквондо». «А привет кому передашь?» «Я передаю привет всему Приморскому краю и Владивостоку». «А Владивосток не Приморскому краю?» «Ну, это пойдет». В течение двух дней спортсмены пробовали свои силы в личном и командном спарринге, в формальном комплексе, в самозащите, специальной технике и силовом разбивании. Напомним, что за путевки боролись более 500 спортсменов со всего Дальнего Востока. А лучший из лучшей тхэквонгисты ТФ Александр Бадыров рассказал нам об этом виде спорта. «Саша, вообще расскажи, что такое тхэквондо? У меня трое детей, трое сыновей. И вот я сейчас думаю, для четырехлетнего куда привезти? Объясни мамочкам, что такое тхэквондо?» «Тхэквондо – это восточное единоборство, которое зародилось у нас в Северной Корее. Очень красивый вид спорта. Ну, и даже как бы в современности это спорт. Свои соревнования, свои выезды, свои медали, грамоты, друзья, товарищи, близкие. Ну, приводите ко мне в Центр Патриот. «Ты тренируешь?» «Я тренирую». «Отлично, вот. Заслуженный мастер спорта СИИ Александр Бадров набирает к себе малышей. А со скольки лет?» «Ну, не всех малышей.» «Со скольки лет?» «Можно с четырех попробовать». «Отлично, все, мы к тебе придем». «Хорошо, договорились». «Спасибо». По итогам соревнований было разыграно 76 комплектов медалей и 23 кубка. Первое общекомандное место завоевала Республика Бурятия – 197 медалей. Из них 63 золотых, 56 серебряных и 78 бронзовых. На втором месте в командном зачете оказались спортсмены Приморского края, а на третьем месте – хабаровчане. «Все физкульт-привет, ребят! Прямо сейчас я нахожусь на лыжной базе «Снежинка» спортивной школы номер 4. Вот, то есть очень скоро будет старт. А соревнования как называется?» «Матчевая встреча спортивных юношеских сборных команд Республики Бурятия и Рыбковос. «А, то есть мы соревнуемся с вами?» «Да». А все соревнования по лыжным гонкам начинаются с подготовки снаряжения. Сначала базовый слой мази наносится на лыжи в помещении, следующий слой – на уличном морозе. Далее лыжник пробует мазь на отдачу. Если все хорошо, то небольшой слой волшебной мази наносится и перед стартом. И это все про лыжи. «Девятое соревнование. Так-то они должны быть одиннадцатыми, но из-за пандемии двух соревнований не было. Я почти был на всех соревнованиях, а приезжаем мы раз в два года, потому что один раз проходит в Иркутскую область, один раз в Республике Бурятия». Первыми на старт вышли девушки 2009 и 2010 годов рождения. «От линии старта до линии финиша – это зона передачи. Передаем только рукой. И палки и всем только рукой катания». «До старта осталось до минуты. Я не знаю, как ребята, они мерзнут. Они в тренировочных костюмах, я в куртках, в перчатках. Мне холодно». «Стоит отметить, что наши лыжники работают с электронной системой учета времени спортсмена. Подробнее об этой системе Иван Хадеев». «Счастья за все оборудование, всю электронику Бурятия». «Ух ты, расскажи, что тут происходит и вот что ты отсматриваешь?» «У меня здесь полностью фиксируется финиш всех. Абсолютно всех, у кого есть чипы на ногах. Чипы мы выдаем перед стартом каждому участнику, который забит в программе. То есть, когда они пересекают линию, у меня автоматически считывается время и уже готовы результаты. То есть, в течение 15 минут я могу полностью выдать все результаты и цели на ногах. Просто завершиваться». «Круто». «Далее был забег мальчиков 2009 и 2010 годов рождения. И первыми к финишу пришли спортсмены сборной Бурятии. Второе место у команды из Иркутской области. «Расскажи, как в трассе тяжело? Тяжело, ребят, было. Расскажите, как это было?» «Да, тяжело. Тяжело. С такими соперниками. Наверное, где-то за семя. «А что труднее всего удалось?» «Подъем». «Подъем. Там подъем есть и здесь. Интересно». Петр Петров, главный тренер сборной Бурятии по лыжным гонкам, отметил сильнейших юниоров. «Сейчас, например, бежит 2009-2010 года девочки. И лидирует наша команда. Это беспрозванных Катя на втором этапе. На первом этапе Перевалова Алена. Беспрозванных Катя из Гусиноозерской шор. Перевалова Алена из Усть-Бургузина». И первой победительницей лыжных гонок среди девочек 2007-2008 годов рождения. «Старались, бежали. Несмотря на то, как тяжело. Вчерашней гонке было тяжело. Сегодня собрались, постарались, забежали. Подъем не получилось катом. Забегали бегом». «Удалось очень тяжело. Я рада. Ну, мы со стороны рады, что мы победили. Очень тяжело удалось». Самый популярный вопрос у лыжников – сезонный ли это вид спорта? «Многие думают, что лыжники летом отдыхают. На самом деле, лыжники как раз летом тренируются. Вся тяжелая, тяжелейшая вся работа, она происходит в летний период. Все объемы, тренировки по три раза в день – это летняя подготовка. То есть, это беговая подготовка. Лыжи-роллеры, может быть, видели где-нибудь на дорогах, либо здесь на лыжи-роллерной трассе. Велосипед, ОФП – это силовую выносливость свою подтягивают. Эмитационные упражнения. Вот, может, кто гуляет там по лесу, видит, как лыжники бегают с палками, с лыжными по лесу. Бегают и прыгают. Ну, то есть, лето очень насыщенное. Плюс спортивные игры, естественно. Футбол, волейбол – никто это не отменял. Когда на Байкале подключаются такие средства, как, например, на байдарках плавают. Но в основном это бег, велосипед, лыжи-роллеры. А следующий забег был среди юношей 2007 и 2008 годов рождения. По итогам двух дней соревнований сборная Бурятия одержала победу над сборной Иркутской области. А уже в будущем году иркутяне будут встречать бурятских лыжников на своей земле. А вы знали, что у нас в республике Бурятия аж 20 кандидатов в мастера спорта по игре в дартс? И прямо сейчас мы находимся в региональном центре «Единоборств Патриот». И здесь проходят два соревнования. Давайте посмотрим, как это происходит. А, а еще здесь целый мастер спорта международного класса по дартс. Его зовут Борис Кольцов. Пойдемте с ним познакомимся. Борис, привет! Добрый день! Расскажи, что ты привез? Какую игру к нам? Ну, я привез дартс, который мы все любим, да, и все здесь, кто находится. Я думаю, что они болеют этим видом спорта, так назовем. И поэтому посетили наш турнир, организованный совместно с федерацией дартс Бурятии в 2023 году. Когда мы были в Кемерово в том году у Алика Ли, да, Будожап со мной связался, это президент федерации. И мы начали переговоры, соответственно, пришли к тому, что надо на бурятской земле делать что-то интересное. И вот 4-5 февраля, соответственно, у нас все получилось. Мы приехали, провели. Борис, расскажи, Hard Rock Cup, он сложнее или наоборот легче? Играть не проще, наоборот, потому что сюда приезжают самые сильные спортсмены и пытаются соперничать, наступать на пятки, как говорится. И если там лет 10 назад, когда это все начиналось, Hard Rock, мы это делали для того, чтобы сильные игроки постоянно пересекались между собой и поднимали свой уровень игры. Потом там в связи с пандемией немножко это все остановилось. В 2022 году мы начали это заново все, как говорится, продолжать развивать, потому что оно, это движение Hard Rock Darts, оно было известно на территории России уже, все знают. Меня знают, Дениса Новикова, это мой коллега, с кем мы это все делаем. Соответственно, они хотят приезжать, потому что знают, что к нам едут сильные, едут для того, чтобы повышать свой уровень. Поэтому мы всегда рады всем. И люди, которые участвуют, они пытаются, как сказать, приехать к нам и повысить свой уровень для того, чтобы потом приехать на турниры Федерации Дартс России и зарабатывать там какие-то звания, например, мастер спорта, мастер спорта международного класса. Ну, это сейчас, международного класса сейчас немножко сложнее сделать, да, из-за специальной военной операции. Но я думаю, что все станет на свои места через короткое время. И мы опять будем выезжать и показывать свой Дартс, которым мы умеем играть людям за границей. Как наша Бурятская земля встречает вас? Ой, отлично. Ваш президент очень гостеприимный. Нам показали Байкал. В принципе, это было первое, что я хотел, наверное, увидеть, когда сюда прилетел. Мои коллеги, ребята тоже прилетели. Для нас это была очень хорошая новость, что нас повезут, покажут. На Байкале были, в Дартс поиграли. Соответственно, все галочки, которые должны были поставить, мы поставили. Вот сегодня заканчивается второй турнир, Hard Rock Cup он называется. Я думаю, что всем все понравилось. Ну, вы походите, спросите, меня потом расскажете. Хорошо. А уровень-то какой у нас? Очень сильно. У нас приехали монголы, и этот турнир можно уже считать международным. Соответственно, вчера получилось так, что я выиграл. Да ладно. Да. Ну, совпало просто. Мистика. Да. И второе, третье место были, вот ребята из Монголии заняли четвертое. Как раз-таки мой коллега Денис Новиков. А у женщин выиграла Татьяна Новикова. Это как раз-таки жена Дениса. И по девочкам там тоже две, по-моему, представительницы Монголии. И из Бурятии девочка тоже попала в призы, заняла четвертое место. У нас как бы, да, разыгрываются все места. Первое, второе, третье, четвертое награждается. Поэтому мы распределяем все места. А так уровень сильный. Вот реально, даже вчера, когда я играл с местными ребятами, они очень упертые. Они пытаются до последнего тебя обыграть. Даже когда ты выигрываешь с большим счетом, тебе нельзя расслабляться, потому что они же тоже... Не сдаются. Да, они же тоже понимают, что нужно сделать. Нужно списать и закрыться. Все, как бы, дартс очень простая игра, если ты ее понимаешь. Бурь, научи мне, пожалуйста, кидать дротики. Да легко, пойдем. Соответственно, что мы делаем? У нас есть три дротика. Нам нужно набирать очки. Но все всегда ошибаются и думают, что надо попасть в середину. Нет. В дартс играют и набирают очки через вот этот вот узкий, средний круг, который проходит узкий. Это называется утроение. Соответственно, если ты попадаешь туда, очки утраиваются. И вот где написано 20, и ты попадаешь в утроение, там, соответственно, 60 очков. Это самое максимальное? Самое максимальное одним дротиком. Соответственно, минимальное количество дротиков, которые ты можешь закрыться, это 9. Ты кидаешь 180, 180, и у тебя остается 141, ты можешь закрыть это число. Максимальное, ну, кто насколько гораст, как говорится, и если они не могут закрыться, доходит там и до 40 дротиков. Ну, у нас такого нет, мы же профессионалы. Так, ну, давай, так, ты показываешь, а я буду стрелять, да, или кидать. Давай, я покажу сначала, а потом ты попробуешь. Смотри, у нас есть стойка, как я всем советую, да, опять же, кто-то может встать вот так, кто-то может встать вот так. Я советую ставить ногу под углом где-то 30-45 градусов, переносится весь вес на правую ногу. И левой ты поддерживаешь для того, чтобы быть устойчивее, соответственно, тело у тебя вообще не двигается. Понятно. Да, дротики держим в левой руке, если ты правша. Соответственно, берешь дротик, заносишь и бросаешь, именно в утроение. Ну, я не попал в двадцатку утроения, но это тоже утроение. И точно так же производится все три броска в мишень. Как-то так. Давай меняться. Давай меняться. Отлично. Побуду в твоей роли сегодня. Так, как я говорил, ставим правую ногу вперед, вес переносим на нее и левой ногой поддерживаем себя. А как я кидаю? Рукой пытаешься выбросить его вперед перед собой, соответственно, ты держишь дротик перед собой. Смотришь на точку, на мишени, в которую ты хочешь попасть, и бросаешь его туда прямо. Вот. Отлично. Можно работать. В общем, необходим опыт, да? Практика и опыт. Конечно. Тренировки, 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 и ты становишься сильной. И побеждаешь всех. Ну, а мне остается только обратиться в нашу федерацию по дартсу Бурятии, к Баджапу Цактоеву, и я думаю, он научит меня правильно тактически кидать в мишень. Напомним, что федерация по дартсу Бурятии достаточно молодая организация, но благодаря действующему президенту проводятся международные соревнования, и дартсмены показывают высокие результаты. У нас в Бурятии получается больше 20 уже кандидатов в мастера спорта. Мы сейчас стоим на пороге, когда у нас появятся мастера. А для того, чтобы они появились, нам нужно соперничество с хорошими спарринг-партнерами. Сюда приехали чемпионы России, приехали чемпионы Монголии, и это для наших дартсменов хорошая учеба и хорошие спарринги. Поэтому это очередной шаг к получению звания мастера спорта России в Бурятии. Желаем федерации дартс Бурятии процветания и больших побед, ну и выполнения спортсменами звания мастеров спорта России. На этом все. С вами была Анастасия Бронькинова. Занимайтесь спортом. Мир вашему дому. И смотрите ТВКОМ. Продолжение следует... В игре поездков в Санкт-Петербург театр кукол Ульгер объявил конкурс на лучшее использование пушкинской карты. Школа-победитель отправится в путешествие в Санкт-Петербург. Подробности на сайте ulger.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова